Существо, убившее гигантского мегалодона, возможно, все еще живет в наших океанах. В течение 20 миллионов лет в Мировом океане обитала чудовищная акула по имени мегалодон. Затем внезапно, без объяснения причин, 18-метровый суперхищник исчез, заставив тысячи ученых биться над разгадкой этого исчезновения. Это пикантный кусочек древней истории, вдохновивший на создание множества книг, документальных фильмов и блокбастеров. Некоторым из них нравится воображать, что этот кровавый, жаждущий смерти монстр все еще жив сегодня, скрываясь где-то там, в таинственной глубине. Но так ли это? И каким на самом деле был мегалодон? Помимо того, что мегалодон был самой большой рыбой в мире, он мог быть самым крупным морским хищником из когда-либо существовавших. Базилозавриды и эмплиозавры, возможно, были такими же большими. Он охотился на рыбу усатых китов, зубатых китов, таких как предковые формы современных кашелотов, дельфинов и косаток, сирен, таких как дюгони и ламантины, и тюленей. Молодые, вероятно, искали более мелкую добычу, в то время как взрослые охотились на более крупных китов. Чтобы поймать добычу размером с кита, мегалодон должен был иметь возможность широко открывать пасть. По оценкам, его челюсть открывается на 2,7-3,4 метра в ширину, что вполне достаточно для того, чтобы проглотить двух взрослых людей бок о бок. Эти челюсти были покрыты 276 зубами. Исследования, реконструирующие силу укуса акулы, показывают, что это, возможно, был один из самых могущественных хищников, когда-либо существовавших. У людей была измерена сила укуса, что составляет около 1317 ньютонов, в то время как большие белые акулы могут укусить силой 18216 ньютонов. Исследователи подсчитали, что мегалодон мог укусить силой от 108 514 до 182 201 ньютона. У зрелых мегалодонов, вероятно, не было хищников. Но недавно родившиеся молодые особи могли быть уязвимы для других крупных хищных акул, таких как большая акула-молот, чьи ареалы, как полагают, пересекались с мегалодоном. Впервые мегалодон был описан в 1835 году американским натуралистом, геологом и учителем, родившимся в Швейцарии, Луи Агасисом, назвавшим вид Кархарадон мегалодоном. Под этим научным названием мегалодон был известен до конца 1990-х годов, когда растущая группа ученых отнесла его к ряду Кархарокулс. Хотя некоторые палеонтологи утверждают, что мегалодон и современные белые акулы эволюционировали в рамках одной и той же линии, другие относят мегалодона к линии происхождения мегалодоновых акул, происхождение которых восходит к меловому периоду. На большинстве реконструкций мегалодон выглядит как огромная большая белая акула, но сейчас это считается неверным. Мегалодон, вероятно, имел гораздо более короткий нос или рострум по сравнению с большим белым, с более плоской и почти раздавленной челюстью. Как и у синей акулы, у него были очень длинные грудные плавники, чтобы выдерживать его вес и размер. Самый старый окончательный предок мегалодона – акула Отодус абликус, возрастом 55 миллионов лет, которая выросла примерно до 10 метров в длину. Но считается, что эволюционная история этой акулы восходит к критоламна аппендикулята, возраст которой составляет 105 миллионов лет, что делает линию мегалодонов старше 100 миллионов лет. По мере того, как мы находили все больше и больше окаменелостей, мы поняли, что предок большой белой акулы жил рядом с мегалодоном. Некоторые ученые думают, что они могли даже соревноваться друг с другом, говорит Эмма Бернард. Мегалодон был адаптирован к теплым тропическим и субтропическим местам по всему миру. Этот вид был настолько широко распространен, что зубы мегалодона были обнаружены на всех континентах, кроме Антарктиды. «Мы можем найти много их зубов у восточного побережья Северной Америки, вдоль побережья и на дне ручьев и рек Северной Каролины, Южной Каролины и Флориды», объясняет Эмма Бернард. Это, вероятно, отчасти связано с возрастом пород, но также и с тем, что их можно легко найти на морском дне, что позволяет коллекционерам заниматься нырянием за ними. Они также довольно распространены у побережья Марокко и в некоторых частях Австралии. Их даже можно найти в Великобритании, недалеко от Уолтона-он-Нейс, Эссекс, хотя в Великобритании они очень редкие и, как правило, низкого качества. Географическое распространение мегалодона расширялось на протяжении миоцена, но сократилось в плеоцене по мере сокращения популяции. Первоначально ученые думали, что снижение было связано с колебанием температуры океана, что было связано с изменением климата, возможно, вызванными закрытием морского пути, разделяющего Северную Америку и Южную Америку около трех миллионов лет назад. Оно отклонило океанские течения и вызвало другие изменения в циркуляции океана. К 2016 году исследования показали, что географическое распространение мегалодонов не увеличивалось заметно в теплые периоды и незаметно снижалось в холодные, что, в свою очередь, предполагало, что вымирание вида не зависело только от климатических изменений. Но есть одно «но». Ранее считалось, что мегалодон вымер к концу плеоцена 2,6 миллиона лет назад, когда планета вступила в фазу глобального похолодания. Точно неизвестно, когда умер последний мегалодон, но новые данные свидетельствуют о том, что это было не менее 3,6 миллиона лет назад. Ученые считают, что до трети всех крупных морских животных, в том числе 43% черепах и 35% морских птиц, вымерли из-за снижения температуры и уменьшения количества организмов в основе пищевой цепи, что привело к столкновению видов. Похолодание планеты могло способствовать вымиранию мегалодона разными способами. Поскольку взрослые акулы зависели от тропических вод, падение температуры океана, вероятно, привело к значительной потере среды обитания. Это также могло привести к вымиранию добычи мегалодона или адаптации к более прохладным водам и перемещению туда, куда акулы не могли следовать. Считается, что мегалодон рождал детенышей недалеко от берега. Эти неглубокие прибрежные воды могли служить рассадником для малышей, защищая их от хищников, которые прятались в открытой воде, таких как более крупные зубастые киты. Когда на полюсах образовался лед и упал уровень морей, эти поляны были бы уничтожены. Еще одной причиной, как считают ученые, могли стать родственники мегалодона. Большие белые акулы впервые появились на Земле около 6 миллионов лет назад. И сначала они были ограничены Тихим океаном. Но всего 2 миллиона лет, и эти хищники успешно распространились по всему миру. Путешествуя из океана в океан, исследователи полагают, что большие белые акулы могли вторгнуться на территорию мегалодона, обогнав молодых особей в еде. Когда конкуренция становится действительно ожесточенной, борьба за выживание превращается в игру с нулевой суммой. Когда количество доступной добычи начало сокращаться, белые акулы, похоже, вышли на первое место. «Мы предполагаем, что этот короткий период, 3,6-4 миллиона лет назад, был достаточным временем для того, чтобы большие белые акулы распространились по всему миру и вытеснили мегалодона во всем своем ареале, приведя его к вымиранию, а не радиации из космоса», говорит известный ученый Бессенеке. Гипотеза интригует, но дебаты по поводу исчезновения мегалодона вряд ли на этом закончатся. Эксперт по древним акулам сказал National Geographic, что не уверен, что только один вид может вызвать такое сокращение. Вместо этого он предполагает, что авторы, возможно, не обратили внимания на других виновников, таких как современная тигровая акула, которая также имела территорию, аналогичную ювенильному мегалодону. Но мог ли мегалодон все еще существовать? Среди мегафанатиков распространена теория о том, что эти существа все еще прячутся в неизведанных глубинах Мирового океана. Там они молча размышляют, выжидая своего часа, пока не наткнутся на неудачную подводную лодку. Но, к счастью или к сожалению, это не так. Он определенно не живет в глубоких океанах, несмотря на то, что канал Discovery говорил о такой возможности. Если бы в океанах все еще обитало такое большое животное, как мегалодон, мы бы об этом знали, утверждают многие ученые. Акулы оставят явные следы укусов на других крупных морских животных, а их огромные зубы будут продолжать засорять дно океана десятками тысяч. Не говоря уже о том, что мегалодон, обитающий в теплой воде, не сможет выжить в холодных водах глубин, где у него будет больше шансов остаться незамеченным. Так что же уничтожило этого гиганта? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!